Повышение сразу на треть в Кирове увеличилось стоимость проезда на общественном транспорте. В чем причина такого резкого роста тарифа и сколько на самом деле просили перевозчики? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давище» в студии Александр Бушмакин. Здравствуйте. Убрали теплые куртки? Доставайте обратно. На Киров надвигается резкое похолодание. Когда столбики термометров устремятся вниз и долго ли продлится арктическое вторжение? Не получается достроить? Давайте снесем. Обсуждение строительства двух школ в Кирове в Гордуме выдалось эмоциональным. Какую версию озвучивал подрядчик и что предлагали депутаты? Стоял на остановке и получил тяжкий вред здоровью. Кировчанина искололи отверткой на одной из центральных улиц Кирова. Чем объяснил свои действия подозреваемый? Кутурка была у меня с собой. В кармане я ехал в сал. Конец сладкой жизни. Кофе с шоколадкой скоро станут дорогим удовольствием. Эти продукты подорожают в разы, утверждают эксперты. С чем это связано и что об этом думают кировские предприниматели? Логистические пути изменились по сравнению с тем, что было ранее. Проезд в общественном транспорте в Кирове подорожает сразу на 10 рублей. Произойдет это с 1 июня. Также плата вырастет и в пригороде. Такое решение было озвучено сегодня на пресс-конференции в правительстве области. При этом перевозчики просили поднять плату за проезд в общественном транспорте до 65 рублей. Рассказали службе по тарифам. Изменения объясняют подорожанием топлива, расходных материалов и низкими зарплатами водителей и кондукторов. Последние, к примеру, в АТП получают 35 тысяч рублей. После повышения будут зарабатывать на 10 тысяч больше. Настолько же повысится зарплата водителей. В среднем с 60 до 70 тысяч. Что касается пассажиров, то действующие льготы для них сохранятся. Власти сейчас прорабатывают систему скидок до 20%. Об этом сообщат позже. Перемены своевременные и назрели давно, считают в автотранспортном предприятии. Повышение на 10 рублей там считают приемлемым. В принципе, данное повышение, оно, не сказать, чтобы такое большое, по той простой причине, что если накидывать хотя бы на каждый год 10% и учитывать там стоимость денег от 12%, да, вот, то мы как раз выходим на эту сумму. И, безусловно, после 1 июня, чем будут заниматься перевозчики, скорее всего, залатывают свои экономические дыры. Недостроенную школу в Долгушино предложили разобрать. Сегодня на заседании постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры городские депутаты обсудили строительство школ. Слуги народа раскритиковали работы на двух объектах – в Долгушино и Зубаревском лесу. Подрядчик компания «Монолит» сообщила, что готовность последнего объекта сейчас составляет 69%. Ведутся кровельные работы, штукатурятся стены, проводят проводку. А вот в Долгушино возникли проблемы. Сейчас разрабатывают проект усиления каркаса здания. По данным специалистов, произошла ошибка монтажа. Во всем винят суп подрядчика. По мнению депутатов, школа может рухнуть. Депутат Гордума Владимир Журавлев предложил вообще снести школу в Долгушино и расторгнуть договор с «Монолитом». Сказки слушать бесполезны. Мы не получим к декабрю. А нам это архиважно, потому что федеральные деньги непонятно останутся или нет. Вы уже все для нормального человека, для нормального эксперта, все уже обещания не закончились. Коллеги, этого не будет. Мы смотрим, как это все строится. Необходимо принимать решение о расторжении договора с «Монолитом». Тем более на сегодняшний момент, я уже об этом говорю, несколько фирм готовы прийти на объект и достроить эти объекты. А как же вопрос по фундаментам тогда? То есть ее будут разбирать? Возможно, да. А с вас эти деньги возьмут с «Монолита». В строительной компании заверили, что все сделают в срок. Московские специалисты сейчас разрабатывают проект усиления каркаса школы. Как только он будет готов приступить к работам. Кстати, они ведутся и сейчас. В текущем году мы выполним за летний сезон полностью благоустройство на территории школы. В июне месяце мы выходим с ремонтным узлом по усилению каркаса. И далее у нас освобождаются бригады каменщиков, электриков. Они переходят на этот объект. Планируем сдать школу в этом году. Разбором полетов закончилась еще одна комиссия в городской думе. Депутаты обсудили результаты благоустройства «Умной площадки» в Новоавятском парке ЛПК. Ранее стало известно, подрядчик уложил беговую дорожку не той стороной. Кстати, приклеили ее так хорошо, что теперь не убрать. Придется накладывать сверху новый слой. Как прошли обсуждения и что решили депутаты, расскажет Кирилл Комаровских. В городадминистрации сегодня обсуждали «Умную» спортплощадку, которая находится в Новоавятске. В частности, сказали о том, что со 2 мая счетная палата проводит проверку об эффективности расходования бюджетных средств на обустройство как раз-таки этой самой «Умной» спортплощадки. Подрядчик по договору должен получить почти 30 миллионов рублей. На эти деньги он провел монтаж оборудования, асфальтирование, освещение и прочее. Но работы были выполнены, мягко говоря, некачественно. В частности, очень большие нарекания вызвали опоры освещения, которые находятся прямо на баскетбольной площадке. Помимо прочего, возмутила чиновников беговая дорожка, которую положили кверху ногами. Несмотря на это, объект приняли и ввели в эксплуатацию. Опоры перенесли, но не убрали. А черную сторону, которая находится на беговой дорожке, объяснили тем, что ее толщина соответствовала необходимым значениям. Директор управления капитального строительства заявил, что проходившие работы он курировал. Однако результату, мягко говоря, удивился. Работа проводилась. За весь период от заказчика не поступило ни одного письма, ни одного замечания, ни одной просьбы. Я думал, что там все нормально, все хорошо. В апреле сам был удивлен, когда выехал на площадку. После этих слов депутат Кировской городской думы Александр Никулин предложил директору УКС застрелиться. И стыдно должно быть с такими работниками. Если бы мне принесли, сказали, что мои подчиненные вот так приняли объект, я не знаю, офицеры в свое время стрелялись. И не смешно. Также депутаты Кировской городской думы не поняли, почему беговую дорожку положили не той стороной. Директор УКС сказал, что на объект сам не ездил и все вино за произошедшее переложил на своего некомпетентного коллегу. У меня туда выезжал инженер строительного контроля. Я выезжаю на объекты, где не заказчик, по письму или заказчика, или подрядчика, или строительного контролера. Значит, если нужно личное вмешательство, разобраться, что и как. И все это знают, больше половины зала, которая здесь сидит, в мое отношение к работе. Городские власти говорят, что ответственных пока еще не нашли, продолжается проверка. При этом плату подрядчик в полном объеме не получил, заверяет глава городадминистрации Вячеслав Семаков. Все замечания устранят по гарантии до 10 июня. При этом чиновники в ходе обсуждений открыто и в массовом порядке заявляли о том, что за проделанную работу им стыдно. Кирилл Комаровский, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Добич. Кировчанин едва не лишился жизни на остановке. На днях в полицию поступило сообщение от прохожих, что на улице Ленина находится мужчина с ранениями. Как выяснилось, двое кировчан повздорили, пока ждали автобус. Один из участников конфликта достал из кармана отвертку и нанес оппоненту множественные удары. Медики диагностировали у потерпевшего колото-резанные и проникающие ранения. Подозреваемого быстро задержали, он во всем сознался. Отвертку где взяли? Отвертка была у меня с собой, в кармане я ехал в сад, вез. А в саду взял отверточку, хотел двигатель, электродвигатель, посмотри, сарайчик. После того, как удары нанесли, дальше что сделали? Собрался и пошел. А вину свою признаете? В том, что нанес, да, повреждение телесное. Сломанные качели, ржавые конструкции и неприличные надписи. Кировчане жалуются на состояние детских площадок в городе. Что отвечают власти? Об этом не только расскажем во второй части нашего выпуска. Впереди много интересного. Оставайтесь с нами. Это «Давича» и мы продолжаем. Кировские газоны начали приводить в порядок. Об этом сообщили в администрации города. С наступлением теплой погоды на газонных частях начала активно расти трава. В некоторых местах она больше 17 сантиметров. А это превышает норматив. Подрядчики приступили к работам. Траву уже скосили на улице Карла Маркса. Началась стрижка газонов на улицах Воровского и Суйкова. Кроме ручного покоса также будет применяться спецтехника. После кошения травы производится уборка. Первый этап – стрижки газонов подрядчик планирует завершить до дня города. Сейчас у нас на начальном этапе порядка 8-10 человек участвуют в кошении газонных частей. Сейчас с наступлением более теплой погоды и с дождями, как трава будет подниматься у нас, мы увеличимся до 20-25 человек на покой с травы именно на улице дорожной сети титула гордоромостроя. А вот до детских площадок руки у властей доходят не всегда. Для детей нет безопасного места для прогулок. Таким мнением делятся родители в социальных сетях. В разных районах города объекты находятся в плохом состоянии. Будут ли ремонтировать детские площадки? Кто отвечает за их состояние в городе? Подробности у Екатерины Кудриной. А надписи здесь разные. Помимо обычных граффити, площадка расписана и выражениями с пометкой 18+. Кировчанка Анна Епифанова рассказывает, с детьми гуляет в парке ежедневно. И несмотря на то, что состояние площадки в целом неплохое, ее, как и многих родителей, смущает нецензурное выражение. Ими интересуются дети и зачастую их вопросы ставят родителей в тупик. Девушка неоднократно обращалась к властям. Я обращалась в благоустройство Кирова, но там сначала ответ мне не дали. Потом я обращалась еще в другие на соцстраницы. Но потом мне ответ поступил. Все-таки мне недавно отписались о том, что будут приняты меры. Сроки никакие мне не обозначены. Поэтому вот мы, собственно, ждем. Проблема состояния детских площадок касается и сквера на семи ветрах в микрорайоне Радужный. Кировчане жалуются на сломанные качели и поврежденный детский комплекс с горкой. Однако в теруправлении Нововятского района отмечают. Детские площадки рано или поздно приходят в негодность. Подрядчики обязаны приводить их в порядок в соответствии с законом. Нами совместно с подрядчиком, кто содержит этот парк, обследованы все элементы. Выявлены все недостатки. И с потенциальным подрядчиком мы при обследовании определили, что ориентировочная сумма ремонта будет составлять 150 тысяч рублей. И сегодняшний день мы определяем источник финансирования. Вернее, мы его согласовываем, мы его знаем, где взять. И планируем до 1 июля уже провести все ремонтные работы. В неудовлетворительном состоянии находится и площадка на Октябрьском проспекте 95. Со временем она пришла в негодность и является опасной для детей. Недавно там пострадал ребенок. Активисты Народного фронта рассказали, что у каждой детской площадки есть ответственное. Поэтому обращаться в первую очередь нужно к ним. В первую очередь должны обратиться к собственнику площадки. То есть, если это придомовая территория, то в управляющую компанию. Если это землеобщее пользование, то в территориальное управление города Кирова. Если никакой реакции не следует, либо не нашли, то могут обратиться уже в жилищную инспекцию, в прокуратуру, либо к нам в Общероссийский Народный фронт. В ближайшее время многие детские площадки будут ремонтировать. Ну а пока их реконструируют, родителям следует позаботиться о безопасном времяпровождении их ребенка самостоятельно. Екатерина Кудрина, Алексей Зырянов, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давиджа. Подорожает в разы. Эксперты предупреждают о резком повышении цен на шоколад. Об этом пишет парламентская газета. В первую очередь это коснется премиальных сортов, но и массовый сегмент не обойдет стороной. Рассмотрим динамику цен под данным Росстата. Итак, за один килограмм шоколада в январе прошлого года, в среднем в России, потребитель отдавал 1040 рублей. В декабре стоимость даже упала 1029, ну а вот в марте нынешнего года цена подскочила до 1056 рублей за один килограмм. Так что же, собственно, произошло? А главная причина подорожания – это какао-бобы. Они растут в Западной Африке. На этот регион приходится 70% мирового производства. С января прошлого года там установилась жаркая и сухая погода. По прогнозам экспертов, она продлится до конца лета 2024 года. Урожай за сезон ожидается около 2 миллионов тонн. Это почти на 30% меньше среднего показателя за последние годы. Однако не урожай какао-бобов – это только первая причина роста цен на шоколад. Владелица кондитерской фабрики рассказала, что еще влияет на стоимость сладостей. Повысилась логистика, то есть логистические пути изменились по сравнению с тем, что было ранее. Ну и котировка на бирже на шоколад тоже поднялась до максимума на текущий день за последние 46 лет. Любителям кофе тоже придется не сладко. Бодрящий напиток, по прогнозам экспертов, тоже вырастет в цене. Вот как изменилась стоимость кофе в точках быстрого обслуживания по данным Росстата. Итак, за 200 граммов кофе, за стаканчик кофе в январе 2023 года давали в среднем по России 83 рубля с лишним. В декабре цена подскочила до 91 рубля с лишним. А в марте почти 95 рублей за 200 граммов. Кофе действительно растет в цене. Происходит это из-за неурожая в странах, где выращивают зерна. Никита Семиларский, это владелец крупной сети кофеин, рассказал, что не стоит забывать и о других составляющих, кроме зерен. В стаканчике кофе есть разные ингредиенты. Они тоже растут в цене. В этом же стаканчике и зарплата сотрудников. Вариант перейти на менее качественное сырье бизнесмен не рассматривает. Оттока любителей капучино из-за цены не ожидает. Когда у человека становится, ну там чашка кофе становится, например, в кофейне, да, слишком дорогая, ну, наверное, он может сэкономить. Но я знаю очень много примеров, когда люди, ну, то есть вот для кого кофе, это вот последнее, последнее, от чего они будут отказываться. Они будут экономить, ходить пешком больше. Но вот кофе, это все равно для многих такой образ удовольствия, ритуала. Финансовые эксперты говорят, что такая ситуация не только в России, но и во всем мире. Причиной тому не только не урожай, но и проблемы внутреннего рынка стран. Если вы уже заметили подорожание сладостей и кофе, это еще не конец, говорят аналитики. Учитывая накрутку по кругу, там, от производителя до ритейлера, ну, в итоге получим достаточно увесистую прибавку, ну, да простит меня фас в районе процентов 20-30. С кофе плюс-минус такая же история, он просто подорожает, там, это не будет зависеть от сорта, да, то есть подорожает абсолютно все, скорее всего, позиции, да, от такого эконом-класса до премиального. Ощутимый рост цен на кофе и шоколад прогнозируют уже к лету. Конечно, у производителей кофе и шоколада есть запасы, но они не безграничны, говорят эксперты. Следовательно, рано или поздно сырье придется покупать по новым ценам, а людям по новым ценам сам продукт. Руководитель отдела продаж в топе. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей. Крупный сервис по поиску работы назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая в Кирове. Руководителю конструкторского отдела обещают зарплату от 90 тысяч рублей. На 10 тысяч меньше автоэлектрику с опытом работы от одного года. На четвертом месте расположилась вакансия водителя категории С. Кандидату обещают 70 тысяч рублей и выше. Замыкает пятерку вакансия инженера-конструктора. Ему готовы платить 60 тысяч рублей. В целом, по России в топе наиболее высоких зарплатных предложений вакансии руководителей, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также инженеров и водителей. Кировчан ждут температурные качели. В регион идет серьезное похолодание. Уже в ночь на среду столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов. По области возможны заморозки до минус 1. В следующие сутки похолодает еще сильнее. В четверг синоптики обещают 0,2 в ночные часы и от 10 до 13 градусов днем. У метеорологов-любителей свои прогнозы. По их данным, заморозки на почве могут достичь минус 10 градусов. Виной всему вторжение холодной воздушной массы с Канадской Арктики и близость центра антициклона, пишет паблик любительской метеорологии. Но есть и хорошая новость. Похолодание не задержится в нашем регионе надолго. Уже к выходным, судя по сайтам погоды, в Кировскую область вернется тепло. Те, кто доверяет народным приметам, считают, что похолодание приносит цветущая черемуха. Мы решили спросить у наших подписчиков, верят ли они в приметы о погоде. В группе Девятка ТВ ВКонтакте провели опрос. И вот самые популярные ответы. Только некоторым приметам доверяют 38% респондентов. 19% верят, так как в приметах содержится народная мудрость. Столько же процентов опрошенных считают, что это все глупости. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Мы уверены, что когда мы едем, путешествуем по городам, то всегда хорошая погода. Как сегодня. Замечательно. Может быть, какой-то конкретный примет назовете, который обещает какую-то ту или иную погоду. Не знаю, вот сегодня тоже приехали в ваш город. Жара! Ой, у меня живут улитки. Так. Я по улиткам смотрю. Интересно. Поделитесь, как вы это делаете. Если они спят в спячке, не кушают, значит, что-то будет какая-то перемена погоды. Ну, знаете, я как-то об этом не задумывалась. Никогда. Особо не верю. А какие-то знаете вообще? Слышали о каких-то приметах таких? Даже не знаю. Может быть, вот даже в Равлите тепло бывает. Мне кажется, надо посмотреть в окно просто, выйти на улицу, и тогда узнаешь, какая будет погода. А так, даже синоптики врут, и как бы приметы, мне кажется, тоже ни о чем. Бабушки-то говорят, что-то там к дождю, что-то не к дождю. Про погоду нельзя предугадать, я считаю. Вот я знаю, что когда светит черемуха, картошку надо высаживать. Холоду она тоже. Когда рябина, тогда уже все-все-все можно будет светить, когда рябина цветет. Когда цветет черемуха, холодно всегда. Так, и еще, может быть, какие-нибудь знаете? Знаем. Мы из Оренбурга, у нас когда холодно, у нас это называется бешкунак. Таким был этот день, 21 мая, глазами корреспондентов Бюро новостей Дайвича. В конце выпуска добавлю, что делать новости можно вместе с нами. Пишите, присылайте видео, звоните, контакты на экране. Далее эфир продолжит прогноз погоды. У меня к этому часу все. В студии работала Александра Бушмакин. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok